Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Репортер, если я захочу получить посвящение в вашем обществе, что от меня потребуется? Во-первых, вы должны будете отказаться от недозволенных сексуальных отношений. Репортер, это подразумевает секс вообще? Что такое недозволенные сексуальные отношения? Сирила Прабхупада. Недозволенный секс – это секс вне брака. Животное вступает в сексуальные отношения без каких-либо ограничений. В человеческом же обществе есть ограничения. В каждой стране, в каждой религии действует определенная система ограничений половой жизни. Вы должны будете отказаться и от всех одурманивающих средств, включая чай, сигареты, алкоголь, марихуану, от всего, что одурманивает. Репортер, а еще от чего? Шрила Прабхупада. Вы должны будете отказаться от мяса, яиц, рыбы, а также от азартных игр. До тех пор, пока вы не прекратите совершать эти четыре вида греховных поступков, вы не сможете получить посвящение. Репортер, сколько у вас в настоящее время последователей по всему миру? Шрила Прабхупада. Истине могут следовать очень немногие, в отличие от какого-нибудь вздора. Тем не менее, у нас около пяти тысяч инициированных учеников. Репортер. Движение сознания Кришны все время расширяется? Шрила Прабхупада. Да, наше движение растет, но медленно, потому что у нас очень много ограничений. Люди не любят ограничения. Репортер. Где у вас больше всего последователей? Шрила Прабхупада. В Соединенных Штатах, Европе, Южной Америке и Австралии. И, разумеется, в Индии, где сознание Кришны практикуют миллионы людей. Репортер. Не могли бы вы сказать, какова цель вашего движения? Шрила Прабхупада. Цель движения сознания Кришны – пробудить в человеке его изначальное сознание. В настоящий момент наше сознание связано с внешними самоотождествлениями. Один думает – я англичанин, другой – я американец. На самом деле мы не имеем ничего общего ни с одним из этих самоотождествлений. Все мы – неотъемлемые частицы Бога. Такова истинная природа нашей личности. Если каждый осознает это, все проблемы мира будут решены. Тогда мы придем к пониманию своего единства, качественного тождества всех духовных душ. В каждом пребывают качественно одинаковые духовные души. Однако внешние оболочки могут быть разными. Такое объяснение приводится в Бхагавадгите. На самом деле сознание Кришны – очистительный процесс. Его цель – освободить людей от всех внешних самоотождествлений. Когда наше сознание очищается от всех внешних самоотождествлений, деятельность, которую мы выполняем с помощью своих очищенных чувств, позволяет нам стать совершенными. В конечном счете мы достигаем высшего совершенства человеческой жизни. Сознание Кришны, к тому же, очень простой метод. Не обязательно становиться великим философом, ученым или кем-то в этом роде. Нужно просто воспевать святое имя Господа, понимая, что Его личность, Его имя и Его качества – абсолютны. Сознание Кришны – это великая наука. К сожалению, в университетах нет факультета, где бы ее изучали. Поэтому мы предлагаем всем серьезным людям, думающим о благе человеческого общества, понять, в чем суть этого великого движения, и по возможности принимать в нем участие и сотрудничать с нами. Тогда проблемы мира будут решены. Такой же вывод содержится и в Бхагавадгите, самой главной и авторитетной книге духовного знания. Многие из вас слышали о Бхагавадгите. Наше движение основано на ней. Оно одобрено всеми великими ачарьями Индии – Рамануччачарьей, Мадхвачарьей, Господом Чайтаней и многими другими. Все вы представители прессы, поэтому я прошу вас попытаться, насколько возможно, на благо всего человеческого общества, понять это движение. Репортер. Вы считаете, что ваше движение представляет собой единственный путь познания Бога? Шрила Прабхупада. Да. Репортер. Откуда у вас такая уверенность? Шрила Прабхупада. Она основана на мнении авторитетов и Бога, Кришны. Кришна говорит. Оставь все виды религий и просто предайся Мне. И Я избавлю тебя от всех последствий твоих греков. Не бойся ничего. Репортер. Означает ли слово «предайся», что нужно оставить свою семью? Шрила Прабхупада. Нет. Репортер. Но, предположим, я хочу получить посвящение. Должен ли я перейти жить в храм? Шрила Прабхупада. Не обязательно. Репортер. Я могу оставаться дома? Шрила Прабхупада. О, да. Репортер. А как с работой? Должен ли я бросить работу? Шрила Прабхупада. Нет. Вы просто должны отказаться от своих дурных привычек и повторять мантру Харе Кришна на этих четках. Вот и все. Репортер. Должен ли я оказывать какую-либо финансовую поддержку? Шрила Прабхупада. Нет. Это делается добровольно. Если вы даете деньги, хорошо. Если нет, мы тоже не возражаем. Мы не зависим ни от чьих финансовых пожертвований. Мы зависим от Кришны. Репортер. Я вообще не обязан давать деньги. Шрила Прабхупада. Да. Репортер. Это и есть одно из главных отличий истинного гуру от ложного? Шрила Прабхупада. Да. Истинный гуру не бизнесмен. Он представитель Бога. Гуру повторяет то, что говорит Бог. Он не говорит ничего другого. Репортер. Но можно ли встретить настоящего гуру, который, скажем, разъезжает на Роллс-Ройси и живет в роскошных апартаментах лучшего отеля? Шрила Прабхупада. Иногда люди предоставляют нам номер в первоклассном отеле, но, как правило, мы останавливаемся в своем храме. У нас около ста храмов по всему миру, так что мы не нуждаемся ни в каких отелях. Репортер. Я не хотел никого упрекать. Я просто пытался показать, что ваше предостережение, как я полагаю, не безосновательно. Очень многие интересуются поисками духовной жизни. И в то же время немало людей хотят нажиться на гуру бизнесе. Шрила Прабхупада. А вы считаете, что духовная жизнь означает добровольную бедность? Репортер. Ну, я не знаю. Шрила Прабхупада. Бедняк тоже может быть материалистом, а богатый очень духовным. Духовная жизнь не зависит ни от бедности, ни от богатства. Духовная жизнь трансцендентна. Возьмем, к примеру, Арджуну. Он принадлежал к царскому роду, но, тем не менее, был чистым, преданным Бога. И в Бхагавадгите Шри Кришна говорит, «Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности, так постигали ее святые цари». В прошлом все цари, которые были святыми, были сведущими в духовной науке. Таким образом, духовная жизнь не зависит от материального положения человека. В каком бы материальном положении человек не находился, будь он царь или нищий, он способен понять, что такое духовная жизнь. Как правило, люди не знают, что такое духовная жизнь. И потому напрасно критикуют нас. «Если я спрошу вас, что такое духовная жизнь, как вы ответите?» Репортер. «Я не уверен, что знаю ответ на этот вопрос». Шрила Прабхупада. «Но, несмотря на то, что вы не знаете, что такое духовная жизнь, вы говорите «она то, она сё». Сначала вы должны узнать, что такое духовная жизнь. Она начинается с того момента, когда вы понимаете, что вы не тело. Это знаменует начало духовной жизни. Увидев различия между собой и своим телом, вы начинаете понимать, что вы духовная душа. Ахам Брахмасми. Репортер. «Вы считаете, что это должно стать частью образования каждого человека?» Шрила Прабхупада. «Да». Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука. Сама сознание». Слушайте в это же время.